доброе раннее утро други мои продолжаем катать евро трек симулятор 2 версии 143 с вами олег драйвер давай в дорогу что у нас сегодня происходит и где я нахожусь нахожусь я по пути из города волжский еду в крым феодосию везу вот эту здоровенную такую буровую установку липхер весь это на 68 тонн 200 килограмм вообще чудовище мой фредди справляется пока на ура единственное что ему не хватает это 18 конечно коробки здесь меня стоит 13 это и это коробочка работает в паре с двигателем с легендарным кэдси 15 500 550 лошадиных сил или 500 погоди погоди это мы сейчас посмотрим нет все правильно 550 лошадиных сил так где мы тут на карте вот мы тут стать стояночка такая стояночка да все вот движемся движемся по россиюшки помочь сейчас на юг едем на карту южный регион и сюда на карту raw extended сюда едем вот у меня такая большая сборка нашел и бесплатную карту raw extended тут и румыния тут украина крым и чего-то к тут тут нету и часть турции тут с большая сборка короче если кому нужна такая сборка на 143 смотрите видосы смотрите видео у димона на добро едет там есть и ссылки у как минимум вы хотя бы если ссылки где-то на какие-то платные карты у него есть вы хотя бы правильно название карты возьмете попробуйте найти вариант скажем бесплатная все все вот эти карты которые есть у меня сборка полностью полностью бесплатная так ну что друг мой давай за руль давай ключ приятной поездки ой спасибо да галинка у меня вежливая так надо сейчас малеха назад нам надо ехать вперед мы тут на встречке маленькой стоим справа стены негде было вставать уже 11 часов почти вчера было прежде чем какой-то там ночлег подвернулся слушать так столь а у нас все маячок работает так надо щас так справа справа вроде никого коллега спасибо всего движемся в путь дальше ехать там до хрена так сегодня что у нас воскресенье да так давай освежим в памяти что нам как да куда так ожидают меня в понедельник ночью то есть мне еще по сути и воскресенье сегодня весь день можно ехать и завтра весь день но мы тянуть кота за все подробности не будем будем ехать так как получится значит одну серию сейчас я пишу до обеда где-то на обед встанем на отдых башки ты смотри красота ты какая встанем на отдых и после обеда буду писать следующую серию вот окроз тяжелый едем аккуратно нам дай бог не ковыркнуть его значит по поводу трака есть кое-какие наметки у меня в крыму посмотрим что получится посмотрим посмотрим сам по себе этот трак фрид лайнер flb как я уже говорил с технической точки зрения он в идеальном состоянии полностью ребилдовский двигатель коробка мосты все полностью отреставрирована отремонтирована и в рабочем состоянии также и электропроводка само собой подъемчик то какой зачетная а так чисто внешне она пока для меня это сейчас не самое главное главная машина работает работает исправно работает отлично работает отлично просто по красоте пока фреддик только радует обивка салона конечно тут малость уже такая покоцанная потертая видавшие виды но ничего страшного не совсем корректно вот работает педаль газа отпускаю мотор даже обороты избавляет не совсем как бы мне это нравится вот энджел брейк работает отлично а загнался прямо не на шутку прям лечу волосы назад ехать то нам 900 км за сегодня я однозначно конечно я не успею вот сколько туда беда проеду но я не знаю посмотрю может быть сейчас это у меня получается 2 серия по этой доставке если как до конца дня я буду успевать но в принципе 900 км с таким грузом с таким весом весом это много велкам ту морозов это много 900 километров на такой груз плюс дорога тут не магистраль не разгонишься две полосы обгонять зачастую вообще никакого смысла нет рискованно опасно заправляться не надо бак полный утром встал пораньше сегодня позавтракал да и в дорогу двигайтесь прямо идем нормально мимо депасов без превышений хотя они тяжеловесы любят тормозить докуменчики проверять предтрепинспекшн свой проводить вдруг где цепочка как какая-нибудь не так притянута мы тут как тот да такая коробка двигателем хорошим малоэффективно надо сюда 18 она лучше все-таки пошла бы но я уже этим заниматься уже не буду для большинства грузов этой коробки вполне хватает и драк по этой ценовой категории вполне такой самодостаточной комплектации такой энерговооруженности 550 на 13 коробку большинство грузов 20 25 30 тонн таскаешь двигайтесь прямо конечно конечно а приближаемся к белой калитве ух разошелся то так аккуратней welcome to белая калитва welcome to white калитва так аккуратненько круговое на кольце второй съезд так ну здесь надо потихочку 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 как интересно нас сейчас съездки на б expedition прицепище какой-то здоровый хвост-то кр important хвост-то кинозак является это Надо просто ехать такой траекторией, что-то среднее такое выбирать. И тогда, мне кажется, и прицеп более-менее нормально пойдет. Ну, если это исключение, правда, что какие-то такие вот резкие повороты какие-то крутые, тогда там хвостяру заносит, там на соседних полос вообще выходит. А, знакомое место, да, да, знакомое, знакомое. Я как-то вот тут справа я ночевал на этой стоянке. Сейчас вот на кольце поверну, там будет автобусная остановка. С правой стороны. Справа и слева, по-моему. Справа точно. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Так, вот. Где-то здесь. А, вот. А, я же говорил. Тут заправка. А остановка. Так. Не, не, не. Должна быть. А почему я взял, что остановка тут должна быть? А, нет, блин, все-таки заправка, да, да, да. Я одну из серий начинал. На канале тоже у меня это видео есть. Отсюда начинал одну из серий. На МАЗе. И машина у меня стояла не на той стоянке, а стояла... Да, я здесь уже не один раз был, что ты прикалываешься-то, блин. Точно, точно. И там до стоянки стоял, до кольцевой. И здесь я начинал какую-то серию. У меня машина на заправке стояла МАЗа. Было дело, было. Я поэтому и подумал... Приготовьтесь к съезду налево. Что здесь остановка должна быть автобусная. Съезд слева. Ну да, вот, небольшой запас беру. И нормально едем. По траектории, в смысле, с этим прицепом. Так, напоминаю, что это у меня профиль. В этом профиле я катаюсь по реальной экономике. Реальная экономика здесь у меня это мод, который изменяет движения финансовые здесь. Делает их более приближенными к реальности. Не реальными, а приближенными к реальности. Зарабатывать, конечно, труднее. Долго приходится зарабатывать на свой тракт, потом брать кредит. Но кредиты здесь, в принципе, возможны. Эти финансы, которые у меня есть. Вот эти вот. Большие копеечки. Это у меня кредит. Брал я кредит вот этот, этот вот, 8 миллионов. Один кредит вот у меня, вот он. Потихонечку идут выплаты. Потому что по-другому купить этот тракт было нельзя. Уже хотелось что-то более современное, чем КамАЗ. Более такое. По мощности. Да нет, я бы не сказал, что КамАЗ вообще зачетный был. Хотелось что-то такое более уже комфортное. Держитесь в мире. Как минимум здесь есть климат, есть кондиционер. В КамАЗе этого нет. В этом смысле здесь я тут даже не заворачиваюсь. Где я по Казахстану еду там. Или я где-то по югу России там катаюсь. Пофигу. И так направо. Держитесь правее. Мне все равно. Здесь у меня все отлично, тут все хорошо работает. В КамАЗе кондишена нету и немножко проблематично в жару. Ну и надо вперед двигаться как бы. Вечно ведь не будешь на КамАЗе. На КамАЗе вечно кататься не будешь. Надо к чему-то более такому современному выходить. КамАЗ-то года постройки там 70-х годов у меня был. Но он правда отреставрированный, откапиталенный. Был. Да, был. А этот фрейдлайнер, он существенно помоложе. Он где-то начало 90-х годов. Когда в Соединенных Штатах были жесткие требования по габаритной длине грузовика. Welcome to Oxide. И поэтому конец 80-х, начало 90-х. Такие траки были очень даже распространены. Кабовыри. Вот как этот фрейдлайнер. Вот такой же фрейдлайнер снимался в фильме... Скажи, я тоже скажу. Черный такой. Терминатор, ёпт, вторая часть. Что ты... Вася, как так можно забыть такой фильм? Время уже 11-й час. Е-май-май-май. Надо... Приглядывать местечко где-то на обед. Будет в обед. На обед в обед, да. Давай где-то... Так, давай по карте посмотрим, потому что надо будет где-то мне встать. Так. Надо так. Тут у нас все магистраль, магистраль. Здесь мы нигде сейчас точно не встанем. Ха, магистраль, магистраль. Случай. Так, вот здесь ближайшая стоянка есть. Посмотрим, что здесь есть. Тут заправка. Роснефть. Так. Вот еще одна большая стоянка. Короче, либо сюда, что больше попадется. Что лучше будет, да. Значит, смотрим вот эту первую стоянку. Как раз по времени это здесь уже будет обед. Здесь заправка маленькая, по любасу. Я посмотрю. Вот три места. Три хороших места. Как раз они в обед сюда попадают мне. Значит, там остановимся, там и закончим эту серию. Сksi. Слышит. Держитесь левее. Как скажешь. Ох ты, на улице 28 градусов по Цельсию. Жаренько. На Камазике-то я бы сейчас уже форточку открывал бы. Профессиональная болезнь. У советских дальнобойщиков, кто на Мазарях, на Камазах ездил, кто кондишенов не был, кто на Европе на Soft TransAvto не ездил. На кольце первый съезд. Держитесь правее. Держитесь левее. Какой у меня прицеп. И прижимается с внешки ко мне. С левой стороны. С внешней стороны правого поворота получается. На кольце. Нахрен так ты встаешь. У меня вынос хвоста такой здоровенный. Нет, прижимается падла. А так вот, он тебя чиркнет. А повреждения получу я. Он-то получит это точно. Но грустта будет поврежден у меня. И с меня вопросы вычтут. Ну как говорят, ты же профи, у тебя права профессиональные? Должен был предвидеть. Должен был. Ты же не зря профессионал. Профессионал. Да, вот тут надо аккуратно. К левой стороне. Близко брать нельзя на правом повороте. Потому что хвост обязательно черпит по бордюру. Ну давай, давай. Съехали все на левую сторону. Так, подожди, ну-ка еще раз освежим в памяти. Так, петельку я проехал. Сейчас вот у нас после этой развязки будет. После заправка тут с этой стороны. И здесь стоянка с этой стороны. И потом большая стоянка. Так, вот смотрим сейчас. Вариантом. Этот вариант или следующий. В принципе, кое-что у меня покушать есть. Консервочки. Холодильника здесь у Феди нет. Поэтому так все достаточно по-скромному, как в КамАЗе. Но все-таки комфорт здесь лучше. Палочка побольше. Для работы кабина комфортнее. Но двигатель шумнее. Так, здесь сервис. Тут автобусы. Нет, надо на следующую, наверное. Автобусы. Так. Ну тут есть кафе. Так, подожди, подожди. Блин. Не заехать мне было сюда, сука. А кафеха тут есть? Так. Блять. Ай, ёпка. Хороший шумать. Ладно, поехали на следующее. Места мало, блять. Забито все. У меня с такой дурой. Так как тут толкаться-то? Едем дальше. Вон там стоянка большая будет. Есть предположение, что там нормально с местами. Ну, пообедаем. Открою консервочку. На примусе согрею. Немножко. Да, с горячим чаем пару бутеров наверно. Держитесь левее. Так, вот у нас тут стоянка справа. Поиск нового маршрута. Так, хорошо прицеп маневренный. Проблем. Так-то их особо не возникает. Так. Так, мне надо на ту сторону. Я здесь не смогу встать, я не помещаюсь. Так, а здесь тоже есть все. О, дружище. Тут тоже есть где захарчеваться. Так, эту проезду, вот эту вот полосу я занимать не буду. А вот тут место есть. Встану сюда. Так, надо маленько подальше. Вдруг еще таким же макаром кто-то заедет. Прямо сюда давай встанем. Так, а идет? А идет. Ну, отлично. Да кто-то сомневался. С такой дурой я просто на вот эту стоянку, которая справа здесь, я просто не заеду туда, я не помещаюсь. Занимать тоже парковочные места с таким негабаритом тоже не годится. Так, сейчас все у нас по времени, давай определимся. Так, час дня, вот до двух часов отдыхаем. По времени у нас нормально. Мошенничка пускай тарахтит. Так, турботаймер сработает. И дизель вырубит. Ну что ж, мы пойдем там в бестро, зайдем, покушаем, отдохнем. Ничего греть не надо, я бы сейчас окрошки навернул. Честное слово, сколько-то оно у нас по градусам-то. У, 29, я передаю тебе в театр. 29 градусов. Так, ну на том перешим, сейчас окрошечки навернем. Так, ну что, возьмем с собой еще морсиков до кваску, может быть, и поедем дальше. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной оставлять комментарии. Оценивайте это видео, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Обязательно переходите по ссылке под этим видео на мой, на мой, на мой, на мой, на мой второй канал, на Ротуб, если мы с вами потеряемся. Что ты говоришь? Если потеряемся? Нет, не потеряемся. Вот, чтобы не потеряться, переходите по ссылке, регистрируйтесь, подписывайтесь. Если YouTube у нас в России вырубят, я тогда буду видосики выкладывать туда. Значит, там будете меня искать. И переходите также по ссылке под этим видео на мою страницу ВКонтакте, скриншоты и так далее, и так далее, и так далее. Всем спасибо, всем пока, увидимся после обеда. До новых волнующих! Субтитры сделал DimaTorzok